Страх перед террористической угрозой Это гонка, в которой мы стремимся обнаружить, предотвратить угрозу и защититься от нее Гонка, которую мы не можем проиграть Высокотехнологичная война с террором 11 сентября 2001 год Мир потрясен Международные террористы проникли в самое сердце Америки Пассажиры самолета стали оружием Внезапно не стало безопасных мест За прошедшие годы мы видели, как ракетами сбивают самолеты Как взрываются террористы-смертники Как подрывают наземные и подземные поезда и используют ядовитый газ Для борьбы с этими новыми угрозами и было сформировано Министерство национальной безопасности Оно состоит из 22 агентств, в которых трудится более 200 тысяч человек Доброе утро, 10 часов утра Сегодня нам нужно обсудить несколько тем Прошлой ночью по двум штатам прошли торнадо Одно в Канзасе, одно в Айове Это НОЦ, национальный оперативный центр Он круглосуточно работает по неизвестному адресу в округе Вашингтон Франк Дефалько, директор Национального оперативного центра В нашем центре представлено 50 агентств Мы получаем полную информацию Потом анализируем данные о взрыве или пожаре и обрабатываем эти данные Либо это террористы, либо природные явления Или это связано с чьей-то халатностью Министерство национальной безопасности прилагает также огромные усилия Для создания новых технологий по борьбе с терроризмом Мы имеем дело с быстрым и хитрым врагом Если мы хотим успешно противостоять терроризму То должны иметь воображение Должны стремиться прогрессировать Должны быть бдительными и принимать меры Конструктивные меры противодействия Атака 11 сентября вскрыла серьезную угрозу авиации Но террористы в небе – это не новость В 1988 году самолет компании Pan American Race номер 103 развалился в воздухе Погибли 259 человек Тщательная реконструкция событий доказала, что произошел взрыв бомбы террористов Через 20 лет проверка в аэропортах стала тщательной Но угроза никуда не делась Если произошел взрыв на борту самолета Как можно от него защититься? Но теперь Есть технологии, применяемые в обшивке, которые в случае взрыва бомбы Не дадут самолету развалиться Мы не потеряем самолет, не потеряем пассажиров Мы работаем над этим Противодействие взрывам Испытания взрывных устройств в самолете проходят в Абердинском испытательном центре Расположенном на военном испытательном полигоне в штате Мэриленд Абердин работает уже около сотни лет Здесь испытываются танки, бронетранспортеры и тяжелые орудия Здесь также находится целое кладбище машин погибших в воздушной войне во Вьетнаме Испытания самолетов проводит лаборатория транспортной безопасности департамента соцобеспечения Абердин стал главным испытательным полигоном для средств минимизации урона при воздушном терроризме Нельсен Кэрри, сотрудник лаборатории транспортной безопасности В какой момент взрыва происходят катастрофические разрушения корпуса самолета И как предотвратить их и посадить машину на землю? Вот главные вопросы Высокоскоростные камеры с кратными углами и увеличенной прочностью способны выдержать огромные нагрузки Они записывают, как взрывается настоящий самолет Изучение того, как реагирует обшивка на взрыв, как и где она прорывается, помогает создавать новые самолеты Удастся ли создать материал для грузовых контейнеров, которым можно спокойно перевозить бомбу? Это образец взрывоустойчивой системы, которая разработана для авиации, особенно для широкофюзеляжной грузовой авиации Она называется HALT — укрепленное средство пакетирования грузов Эффективно противостоящие взрывы материалы уже созданы Это укрепленный контейнер, который уже прошел испытание Вы видите, что на панели небольшие деформации, но это не повлияет на прочность самолета Материал для этого спецконтейнера сделан на основе кевлара, но в зависимости от типа конструкции можно использовать и другие материалы Сложнее всего найти материалы, которые бы выдержали взрыв бомбы в ручной клади Испытываются панели для фюзеляжа самолета из различных сплавов алюминия Это устройство называется испытательный стенд для взрывных воздействий Тип взрыва, размер взрывного устройства и условия, при которых проводится взрыв, засекречены Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что мы помещаем взрывное устройство на другую сторону этой панели Приводим его в действие, а потом смотрим, какое воздействие произвел взрыв на данный материал Да, лучше бы я работал на третьей базе ВВС Проводил инструктаж, перекрывал дороги, пересчитывал личный состав Пять, четыре, три, два, один Высокоскоростная камера записывает взрыв Мы видим, что материал не выдержал взрыв на испытательном стенде Он весь выгнулся, его раскурочило Состав этого сплава держится в секрете Но вы, конечно, не хотели бы лететь на самолете, который из него сделан Готовится вторая панель из другого материала Три, два, один Этот материал успешно выдержал воздействие данного взрывного устройства Можно посмотреть на панель с другой стороны Видите, от взрыва остались вмятины Кое-где покорежило, но материал удачный Теперь компьютерная оценка поверхности Все повреждения на панели и все изгибы Произошли за первые 2,4 миллисекунды Компьютер, соединенный со скоростной камерой Подсчитал, что панель растянулась на 6% Далеко ли до настоящего разрыва? Этот материал может растянуться на 16-18% прежде, чем разорваться Так что до разрыва еще далеко При настоящем взрыве в самолете этот материал не подведет Технологии, которые защищают от взрыва на борту самолета, улучшены Но террористы используют не только бомбы Сейчас есть много переносных зенитно-ракетных комплексов ПЗРК Которые продаются по всему миру Ближнего радиуса действия, но очень эффективные В 2003 году боевики в Ираке Сняли проведение террористического акта Их цель — грузовой самолет, взлетающий из багдадского аэропорта И вот результат КОНЕЦ 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 КОНЕЦ